Итак, мы идем дальше. Следующее, что я обычно ставлю, это кодеки для воспроизведения видео и видеопроигрыватель. В качестве кодеков я обычно использую K-Lite Kodek Pack. Вот таким образом пишется K-Lite Kodek Pack. Заходим на их официальную страницу. Здесь в левом сайтбаре находим кнопку Download. И здесь выбираем версию данных кодеков. Они есть в нескольких версиях. Это базовая Basic, стандартная, полная и мега. Я обычно качаю базовый, она во всем, в принципе, меня устраивает и все видео, которые есть, все проигрывает. Так, выбираем здесь Mirror 1. Здесь нажимаем на эту зеленую кнопку и у нас начинается загрузка. Так, вот он почти загрузился. Так, запускаю и устанавливаю в нормальном режиме. Здесь оставляю все как есть, здесь все как есть и все как есть. Так, если вы используете, если у вас к компьютеру подключена система 5.1, 7.1 и так далее, здесь можете ее выбрать. У меня обыкновенные колонки, поэтому я оставляю просто стерео. Так, все, кодеки у меня установились. Теперь осталось установить только сам видеопроигрыватель. Я использую видеопроигрыватель VLC. Просто в поиске вводите VLC и попадаете на официальный сайт video.lam.org. Здесь вот для Windows последнюю версию скачиваем. Так, вот нужно подождать несколько секунд. И скачиваем последнюю версию. Так, запускаю. И устанавливаю. Так, все установлено. Теперь нажимаю «Готово». У меня сейчас должен еще сам проигрыватель запуститься. Так, здесь автоматически получать медиа данные, регулярно проверять обновления. Все, вот он сам проигрыватель, который умеет проигрывать и видео, и MP3, и многие другие форматы. В принципе, такой универсальный комбайн, так скажем. При этом занимает мало места, мало ресурсов кушает и достаточно надежен, стабилен. Так, на этом здесь все. Жду вас в следующем видео.